Танцуй так, как будто тебя никто не видит. Они двигаются не ради того, чтобы четко выполнять все элементы, а для души. В студии вдохновения, забывая о проблемах и заботах, в танце кружат сосочинцы от 48 до 80 лет. 18 танцев за два года. Столько ученики школы уже освоили. Основное направление – спортивные бальные танцы. Не только медленный вальс, но и задор на сертаки. Как говорят сами участники клуба, танцы – это универсальный способ хорошо и с пользой провести время. А руководитель студии Николай Власевский добавляет, экспертами уже давно доказано, что танцевальные движения улучшают равновесие, общую координацию. А еще у танцующих в элегантном возрасте уменьшается риск заболеть Паркинсоном или Альцгеймером. Доли секунды – это же надо фигуру сменить на другую фигуру, все запомнить. Это хорошая тренировка для разума, для мозга и хорошая тренировка для тела. То есть укрепляется весь мышечный каркас. Очень полезно. Сегодня в студии танцев вдохновения занимается более 30 человек. Помещение небольшое, жалуются пенсионеры. Оно уже не вмещает всех любителей фокстрота и танго. Они ждут помощи залом и продолжают наслаждаться танцем, который дарит каждому новое ощущение жизни. Я считаю, что самый лучший возраст – это на пенсии, потому что мы имеем возможность быть свободными и посвящать себя тому, что нам нравится. Наш прекрасный город, великолепный и солнечный, он не может не настраивать на танцы, на песни, на радость жизни. Впрочем, участники клуба «Вдохновение» не только вместе танцуют, но и ходят в кино и театры, на концерты и в турпоходы. Одним словом – живут. Ну а по субботам танцоры теперь будут собираться и в открывшемся центре для пожилых людей. Он работает в бывшем кинотеатре «Стерео». Инга Габеши, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.